Какой он мой огород? Не, я по себе. Мы продолжаем дальше наш разговор. Давай представь девчонок, потому что очень хочется узнать. Давай, лучше девчонки представить сами себя. Я вот так узнаю. А с Анастасией только что познакомился. Ну, я начну тогда. Меня зовут Свастихина Анастасия, мне 23 года. Я являюсь идейным вдохновителем проекта «Счастливая». Вместе с девочками Сергеем Михневичем, которых, к сожалению, сейчас нет, и Рухловой Анной, мы организуем встречи, развивающие для молодых мам, которые находятся в декретном отпуске, и у которых есть острая потребность в самореализации, в саморазвитии, в общении. Вот. Собственно, в двух словах такая маленькая презентация. Так, Анна. Меня зовут Анна Рухлова, и я сегодня безголосая. Я мама двоих детей, консультант по городному скабливанию. Я веду встречи, живые для мам здесь, в основном. Женщины приходят с детьми, и теперь вот мы начали нам... А вот расскажите, с чего вообще проект начался? Давно он вообще существует? Вообще, как вы пришли к этому? Как встретились? Расскажи, как поподробнее. Проект начался, ну, возник, на самом деле, не так уж и давно. Ему нету еще даже двух месяцев. Сейчас будет вторая его встреча. Как возник проект? Я, когда сюда приехала, вот спустя год жизни здесь, поняла, что на самом деле для девушек, женщин и других возрастов нету такого места, где можно было бы как-то и отдохнуть, и провести время с пользой. Ну, и лично для меня, в принципе, вопрос саморазвития и реализации себя, ну, самореализация в этом мире, он очень актуален. И я подумала, что, наверное, и для многих других девушек, женщин, этот вопрос будет также актуален и интересен. Я пришла на бизнес-курсы, собственно, даже до того, как я пришла на бизнес-курсы, на бизнес-клубе мы познакомились с Аней, с Женей. И потом так получилось, что на бизнес-курсах я выбрала себе такой вот своего рода социальный проект, чтобы было с чем работать непосредственно, когда получаю знания, чтобы была возможность применять их на практике. И когда у меня уже возник какой-то концерт, скелет, скажем так, какие-то наработки, идеи, мы сначала состыковались с Евгенией, которая сейчас, к сожалению, потому что она тоже очень занята. И потом, вот уже после того, как мы с Евгенией познакомились, она нас познакомила с Аней, и вот мы выяснили, что на самом деле у нас очень схожий образ мышления, что мы хотим своей деятельностью реализовать какие-то общие цели, вот, ну, и стали работать вместе. Скажите, пожалуйста, вот смотри, вот есть проект, да, то есть у вас, можно вот по пундикам расписать, да, вот, у вас получается, что обучение чему? Если вот, ну, ладно, досуг, например, да, вот мамам некуда пойти без детей, я слышал, да, вот, ну, там, с детьми, да, то есть немножко вот этот вопрос, да, вы хотите решить? А вообще какой-то образовательный есть у вас? Ну, тренинги какие-то проводить, может быть, как-то их собирать? Конечно. Вот это то, что в программе, расскажите вообще. Пока что мы еще тестируем, то есть это будет вторая встреча, мы, ну, у нас такой, наш проект, это живой организм, мы формируем мероприятие с учетом, ну, потребностей вот нашей аудитории, которые к нам вот ходят. В будущем мы планируем разработать целый цикл мероприятий, целый цикл встреч, где будут абсолютно разные тематики, вот, как сейчас у нас первая встреча была на тему арт-терапии, потом тайм-менеджмент, ну, это, соответственно, логично, если ты хочешь многим заниматься и многим интересуешься, тебе нужно освободить время для этого всего. А в будущем это будут и, опять же, психологические тренинги, и различные виды арт-терапии, и вопросы, связанные со здоровым образом жизни, вообще со здоровьем, бэби-йога, йога мамы и малыша, вот это вот не было бы очень интересно реализовать прямо в ближайшее время. Ну, а вообще, то есть, направлений бесконечное множество, и мы на всех наших, ну, на нашей первой встрече, на встрече, которая будет, мы так и позиционируем себя, что вы говорите, что вам интересно, что вы бы хотели узнать новое, в какой бы сфере вам бы было интересно развиваться, и мы это будем вам организовывать. То есть, по результатам первой встречи, мы выяснили, что по результатам анкетирования, что женщинам интересен вопрос именно тайм-менеджмента, и такая тема, бизнес-мама я ее назвала, ну, мы ее с девочками назвали, бизнес-мама. Соответственно, в этих направлениях пока что думаем двигаться вперед, ну, и, конечно же, будем разговаривать о здоровье, о стиле, о красоте, ну, вот если в двух словах, то вот как-то так. Например, проект коммерческий, вы будете зарабатывать на нем, или это чисто вот так вот, как вы видите в дальнейшем районе? Конечно же, это, ну, мы хотим получать какие-то деньги с этого, само собой, потому что мы тратим много сил, энергии, времени на организацию этого всего действа. Вот, ну, мы прекрасно понимаем, что все-таки это проект социальный, и в будущем, конечно же, мы хотим уже поставить на такое, на широкую ногу, скажем так, когда у нас будет не одно мероприятие в три недели проходить, когда у нас будет каждую неделю по два-три мероприятия, и чтобы уже гораздо больше женщин к нам ходило. Но все-таки в первую очередь нельзя забывать, что мы реализуем такую, ну, решаем такую социальную проблему, потому что, ну, вот, решаем проблему одиночества. Вот, женщина, которая сидит в декретном отрасли. Вот, я хотел узнать, вы будете решать проблему с отсутствием пап? Потому что у современных мам с папами, как обычно, проблемы. Ну, да, то есть, как-то будет обсуждать. Да, тренинги же, правильно? Конечно же. По отношениям вообще бы... Конечно же, само собой, и это тоже у нас в перспективе. Есть именно вопросы, ну, родительства, вопросы взаимоотношений между мужчиной и женщиной, именно вот, ну, между мужем и женой. Но в этом, в этой сфере, мне кажется, Аня лучше может рассказать, потому что у нее скелпы-то побольше в вопросах родительства и супружеской жизни. Вот, конечно же, да, потому что взаимоотношения между людьми – это наша такая, ну, важная часть жизни для каждого из нас. И само собой мы также будем уделять внимание. Скажи, пожалуйста, вот ты консультант по грудному вскармливанию. Это вообще востребовано сейчас? В грудной вскармливании. Да, там такой вопрос мужчинам, это подходит? Я просто, знаешь, когда готовился к эфиру, я хотел попросить, чтобы вы в эфире продемонстрировали как-то действие грудной вскармливания. Ну, не стало бы, да. Это можно использовать как манекен, в принципе, но это же нормально. Извините, пожалуйста, сегодня у нас нету с собой модели. У нас Наташа есть, у нас Наташа есть, так что можно продемонстрировать. Не, мы можем уйти, а камера ставить ученые. Ну, да, мы опять что-то уходим. Ну, вот так вот, так вот. На самом деле, грудное вскармливание и вообще естественное родительство очень сильно экономят бюджет семьи. То есть, если мама кормит грудью, то она как минимум сохраняет в бюджете около 150 тысяч рублей за год. За первый год жизни. У него до семи лет кормили, примерно. Да. И он до сих пор как бы, ну, стремится, чтобы его, ну, кормили только грудью. Как бы, выписали, сколько он сэкономил какой-то же? Нет, я шучу. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, вот, ну, я как вот тоже специалист, да, по женской психологии, да, ведущий тренингов определенных, да, интимных и всяких разных. Скажи мне, пожалуйста, я очень часто сталкиваюсь с тем, что у девушек одна проблема. После родов у нее очень проблемная грудь, да, то есть она может уйти с исконных мест, так, так, выше, ниже. Вот скажи, пожалуйста, если девушка правильно кормит грудью, ну, именно, да, по технологии, грудь можно сохранить или нет, вот, с высоты прожитых лет? Можно. Но на самом деле все очень секрет. Не рассказывай всех секретиков. Скажу, можно или нет, заинтригуем. Можно, можно сохранить. Нужно обязательно кормить минимум два-два с половиной года. Ну, вообще, в принципе, лактация угасает к трем годам после рождения ребенка. И обязательно необходимо завершать грудное ускармливание плавно. Правильно. Как? Плавно. Плавно. Без резкого отвлечения, без... Ну, то есть тоже технологии свои есть, правильно? Да, конечно. А скажи, пожалуйста, сколько сейчас может стоить, ну, консультация специалистов твоего уровня, да, по, вот, именно, да, вот, по грудному ускармливанию? Да, вообще, просто что-то ориентироваться. Сказывать, наверное, же, не просто по телефону, правильно? Да, да. То есть это, наверное, курс лекции, или что-то как это? Это не пять минут? Нет, конечно. Ну, расскажи немножко вообще. Это не пять минут. Сколько это вообще стоит здесь, в Питере цены? Немножко сравнить, чтобы люди знали. Ага, здесь, в Питере. Ну, смотрите, здесь у нас в основном бару я одна из консультантов, и я выезжаю на дом, и у меня выездная консультация на дому стоит 2000 рублей. Ну, то есть ты сертифицированный специалист, да? Ну, да, я сертифицированный специалист, и у меня не один сертификат, кроме... Не один десяток кормленных лыльцев. Ну, да, конечно, которым я помогла наладить грудное ускармливание, и они счастливо кормились, отлучались, и росли, и посвящают наши встречи. Ну, то есть это недорого, получается, девушка может себе позволить, чтобы сэкономить себе там... 150 тысяч за год, да? Конечно. Вопрос уже, да, там, про скармливание пошла тема. Сейчас, Михалыч, да, свою жизнь. Ну, говорят, что у него всех как бы есть, либо мало, да, то есть или это надо просто подождать, раскормить, или как-то... Насчет молока? Да, да, да. Просто я знаю, что как бы, ну, не хотел сказать, торгуют, не, не торгуют, да, обмениваются на что-то. Ну, просто по-моему не хватает, просто же есть... Я поняла, с королоком. С королоком. Да, и вообще, как бы, это очень сильно влияет, да? Ну, что влияет не очень много? На ребенка, то есть, то, что уже не только, ну, не от его мамы, там, да, например, молоко, а от кого-то другое. Не повлияет ли, то, что мужчина станет ли приобретением очень? Вот, просто такой вопрос. Вы не милы? Я вообще не поняла, зачем тут вопрос? Ну, влияние чужого молока на ребенка, да? Если это мужчина, скажем так. Ну, я, мужчину уберем и скажем так. Мальчик? Да нет, не суть важна. Вот, мальчику будет приятно отознать, что я. Я к чему, у мамы мало молока, да? Да. Это решаемо. Это решаемо с кем? С мамой или вообще? Приходят консультанты и помогают наладить грудное вскармливание просто... Определенными манипуляциями. Да какими? Есть определенные рекомендации. Ага. И если мама следует рекомендациям, то все становится хорошо, у мамы становится достаточно молока, и мама кормит долго и счастливо, столько, сколько она хочет, но лучше кормить как-то 2 года. Притоколкает? Мама уже сразу притоколкает. Дело в том, что у нас в России есть донорская сеть, от мамы к маме она называется. Там действительно можно сдать свое молоко какому-то малышу. Ну а еще влияет то, что не от мамы молоко? Нет. Вообще на самом деле, если выбирать по приоритетам, сначала для ребенка самое важное молоко получать из груди, потом на втором месте молоко из маминой груди сцеженное, потом донорское молоко, только потом смесь. То есть смесь это в самом-самом конце, и я не знаю, почему ее выбирают всегда, почему-то наши современные. Ну ладно, мы немножко... Да, да, сейчас я хотел узнать, вы почему-то пришли нам немножко анонсировать мероприятие, которое пройдет когда, и где, и вообще что будет на мероприятии. Вам нужны люди, или вы уже добрали просто, хотите рассказать? Какое будет мероприятие? У нас 4 июня, это воскресенье, в 10 часов утра, по адресу молодежная, 72, состоится встреча на тему тайм-менеджмент. Тема называется «Хочу успевать все» или «Искусство управления временем». Если, я думаю, что мы в группе «Весь с новой», мы на прошлой, вчера мы размещались. Я думаю, что сегодня мы также разместим наш репост или объявление о нас. И, соответственно, можно будет найти в нашей группе или, если в ВКонтакте, вести «Счастливая я» с «Новый Борт». Мы, конечно же, рады новым людям. Конечно же, мы ждем новых людей. Мы хотим, чтобы как можно больше женщин к нам пришло. Само собой, количество мест ограничено, потому что специфика наших встреч заключается в индивидуальном подходе, индивидуальной работе с каждой женщиной. То есть, все, кто к нам придут, они не останутся без внимания. И вместе с тем, мы рады видеть на наших встречах мам с детьми. Ну, соответственно, ограниченное число мест вот по этой еще причине. Чтобы мы могли комфортно работать друг с другом и продуктивно. Пока что еще есть места на встрече. Если будет большой ажиотаж, если очень много людей захочет к нам прийти, мы организуем еще одну встречу на эту же тему. Соответственно, да. Надо записаться заранее, правильно? Да. У нас есть регистрация, все там же, все есть в анонсе, все написано. То есть, еще раз, в группе «Счастливая» есть регионное мероприятие, правильно, Усс? У нас... Это есть мероприятие. У нас есть встреча. Она называется «Счастливая». Мы работаем вот в формате встречи, мероприятия. В этой встрече есть обсуждение. Ну, называется встреча 4.06.2017. И там есть обсуждение зарегистрироваться, да? Да. Это как называется регистрация навстречу. Ага. Все вот так вот, видите. А папа может, например, тайм-менеджментом заниматься? Нет, вот именно эти встречи, они для женщин, да. Тут вот такое вот неравенство по правилому признаку, да. Да, да, да. Вот папа может какой-то прорывается, который, знаете, вот видишь, домашний папа, как вот Михаил. Да, вот, ну, который... Да, да. Который только с виду бизнесмены дома занимает. А там домашний. Слушай, говорю, что... Ну, в целом, проект направленный на то, чтобы мамы не просто как приходили, ну, приходили время, оставляли детей папом, а так, понимаем, приходили с детьми. Они могут прийти с детьми. И в этот раз они и могут прийти с детьми? Конечно, они всегда могут прийти с детьми. То есть это самое главное, что вы учите мам, да, то есть как бы развиваться, и рядом еще дети находятся, как бы такой, как большой садик, что ли, да? Нет, мы их не учим развиваться, мы им даем такую возможность. Просто дело в том, что очень многих женщин останавливают от выхода в свет, грубо говоря, даже не в свет, а просто от выхода куда бы то ни было, наличие ребенка и то, что он, ну, например, он будет там мешать на каком-то семинаре или просто там все будут без детей. А у нас как раз-таки, ну, такая возможность есть прийти со своим ребенком. У нас будет масса развивающих игрушек, у нас будет специально оборудована игровая зона. То есть дети будут иметь возможность поиграться, как-то занять себя, при этом они не будут оторваны от матери, и у матери в это время будет возможность узнать что-то новое и отдохнуть. Вот, то есть, конечно, да, они могут приходить с детьми, если они этого хотят или не имеют возможности оставить своего ребенка с кем-то взрослым. А с другими проектами вы интегрируетесь? Сейчас вот есть «Ладушки» проект тоже, он примерно, ну, слышно? Там на подготовку. Да, там работают врачи, да, но все паты, неврологи, да, там, педагоги, то есть с детьми, вот они тоже дородовое, да, вот у них, и потом тоже всякие пассажики детские, вот пескование, да, вот, ну, там всякие, много с чего тоже, может быть. Ну, ты слышала, да, про этот проект? Да, конечно, я слышала. Вот, вы готовы интегрироваться с какими-то проектами, чтобы что-то совместное делать вообще так вот? Ну, только мы одни. Конечно же, мы не одни, просто пока что мы еще только развивающийся проект, потому что я считаю, что месяц и вторая встреча – это не срок, срок – это хотя бы месяца 4, когда уже будет понятно, куда мы точно хотим двигаться, в каком направлении. Поэтому сейчас, конечно же, да, мы открыты для сотрудничества, но мы очень избирательно к этому подходим, потому что это для нас, это как своё, это как ребёнок, да, это наше детище, и мы очень трепетно к нему относимся. Соответственно, мы очень, ну, как бы очень внимательно подходим к выбору партнёрских отношений, скажем так. Поэтому мы открыты для всего, но… Без фанатизма, конечно, потому что я думаю, что никто бы не захотел, чтобы его ребёнок дружил с кем попало, скажем так. Я не говорю, что все, кто хотят с нами запартнёриться, кто попал, я никак не имею в виду что-то подобное, но всё равно нужно, ну, мы очень ответственно к этому подходим, потому что всё-таки мы в первую очередь деловые люди тут все хотят, вот и сидим, и змеёмся, и веселимся, наверное, так со стороны не скажешь, но всё-таки в первую очередь мы деловые люди, и надо об этом не забывать. Дело превыше всего. Дело превыше всего. Да, да, конечно. Хорошо, что Женя, у вас же третий Женя. Да. А вы бы, наверное, не поместились. А можно я тогда про Женю расскажу? Давай, расскажи. Я вместо Жени расскажу про Женю. Соорганизатор наших встреч, нашего проекта, Евгений Михневич, основательница проката детских товаров у нас основного марта. Уже наслышанная. Вот. И благодаря Евгении возможны наши встречи и игрушки присутствуют, как раз таки, которые чарты… Ну вот я хотел вопрос задать, да, вы игровую зону организовываете, а что там будет игровую зону? Как раз таки вот эти игрушки будут. Спасибо Евгений. Пару слов об этих игрушках, просто они все знают, и что за игрушки вообще расскажут. Мы это знаем, но надо озвучивать. Я не знаю. В прокате всякие разные товары, которые помогают маме жить, в принципе. И не только маме, и папе тоже, да. И там есть различные развивающие игрушки, столики, стульчики, ходунки, качели, ну все что угодно практически. Но то, что стоит у нас очень дорого, либо у нас в России вообще не продается, вот. И такие игрушки обычно либо по наследству переходят, да, либо их нужно заказывать из-за границы. Михаил недавно хотел открыть эту стенку подвузников, но… Нет, нет. Такое ощущение, сейчас ты, знаешь, перечисляешь там скалки, там что-то, качели, там, да, такое… Ну вот эти игрушки, я думаю, блин, такое ощущение, что она перечисляет весь ногу в сетшопа. Ну, блин, ничего. Ну, это маленькое сомнение. Вы меня можете не слушать. Думаю, ничего, все для взрослых… Слушай, а для взрослых она тоже может так сказать? Как считаешь? Как и у Жени, да? Может, ей тоже надо как-то этот… расширять свою винику. Слушай, например, вот скажи, пожалуйста, если у меня какие-то, ну, игрушки от детей остались, мне что можно сделать? Как-то можно, ну, с ней связаться? И у нее там уже настолько все забито, как бы, что уже… Там же не просто игрушки, там… Именно развивающие игрушки, не абы какие-то… То есть, вы хотите сказать, что наши игрушки не развиваются? Не знаю, какие игрушки у вас, но просто… Вот вам нужно лучше один раз увидеть, чем сто раз спросить. Вот вы зайдите в группу «Прокарь детских игрушек». Так, с основным сбором, наверное, да? Спирис? Да. Вот этот сбор. Так, давайте про группу рассказали. Вы говорите, что у вас есть Инстаграм, да? У тебя есть Инстаграм? Да, у меня есть Инстаграм. Да, вот куда надо подписываться или не надо? Инстаграм вашего проекта, как будет называться? Расскажите, пожалуйста. Придумайте прямо сейчас внимание. Я думаю, что мы его назовем так же, как и наша группа ВКонтакте. «Happy Women's Born». «Happy Women's Born». «Happy Women's Born»? Да. Да, то есть, ну ага. Там без всяких вот подчеркиваний. В общем, вы нам скиньте, пожалуйста, описание все вот эти, да? Хорошо. Вот, и мы к посту прикрепим эти наши, ну, ссылочки там, чтобы люди на Инстаграм подписывались и в группы вступали и везде, чтобы у нас это все. В общем, давайте еще раз. Есть телефон, по которому можно с вами связаться по поводу проведения мероприятия? Есть он? Конечно, есть. Давайте озвучьте его. Вот. Он такой белый, смотри. Мобильный или сотовый? Мобильный телефон. 8-9-6-9-7-2-9-5-3-5-2. Что, не успел запомнить? Давай еще. 8-9-6-9-7-2-9-5-3-5-2. В общем, вы приглашаете всех желающих зарегистрироваться еще раз на мероприятие по тайм-менеджменту, да? Которое придет в воскресенье здесь. Честерство. Да. Кто не знает, у нас наше пространство находится на Молодежной 72, бывший центр Гелиос, и там написано вывозка доброта. Мы добавим фотографию, где вход и выход. Вход и выход. Да. Человеки, я вас благодарю за то, что вы пришли. Рассказали, мы будем ждать вас много-много раз. Приводите побольше девчонок. У нас надо, знаете, сделать так, чтобы у нас пространство наше ожило. Чтобы в каждой комнате у нас роился народ. Чтобы было весело. И дети бегают. И дети бегают. Нет, нет, нет. После наших посиделок, чтобы дети бегают. Сейчас уже когда репортер заканчивается. У меня такой вопрос. Ты сказал, что игрушки после твоих детей. Вот ты и спалился. Я точно объясню. Только отзыв. Одного ребенка. Вихаилов. Скажи, пожалуйста, где еще? Учитывая, да, что я веду тренинги. И то, что ты ездишь в командировке, да? Кто его знает? То есть кто его знает? Все это. Не, бывает, что... Рядом со мной бывает, что девушка сама беременна. Я шучу. Почему это? Все, ладно, спасибо большое. Пока-пока. Угу. Угу.